Согласитесь, тема щекотливая для любого образовательного учреждения. Это не просто состояние дисциплины, но правонарушения, влекущие юридические последствия. По статистике их немного, но в подростковой среде они не остаются без внимания. Есть дети, которые не приступают к обучению. Это, конечно, влияет на обучение. Есть... Да, по каждой школе, наверное, это единицы. Но в целом получаются достаточно значительно. Плюс к тому, что каждое такое происшествие имеет негативное воздействие на окружающих. Дурной пример заразительный. Вот здесь вот именно влияние группы на поведение каждого. Поэтому... Да, здесь психология группы. Самовольные уходы, административные правонарушения, суицид – это параграфы статистической отчетности. Здесь же сведения об учащихся, состоящих на учете, о неблагополучных семьях. Общая картина дает представление о положении дел по районам городского округа. Особенно по школам, где много детей из семей, переселившихся недавно. У нас очень много лиц из ближнего зарубежья, те, кто работают на ярмарке и так далее. Более того, сейчас наметилась тенденция, когда приходят семьи, стоящие на учете в Москве, в комиссии по делам несовершеннолетних, они к нам приходят уже в первый класс, уже стоящие там на учете. Такого раньше никогда не было. То есть мы изначально принимаем детей и родителей неблагополучных. Еще одна нарастающая графа из статистики – мода на зацеперство. Близость школы к железнодорожным путям автоматически влияет на статистику. Что особенно тревожно. Вот по первой школе особенно. Железнодорожные пути – это такие, такой, вообще железная дорога – такой объект опасный, что очень хотелось бы задуматься по вот этим самым информационным сообщениям по линии железной дороги. Анализ состояния правонарушений показывает тенденции, куда могут привести те или иные социальные процессы. А заодно и подскажет, как защитить от них несовершеннолетних. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День».